МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В студии Тимур Бекморзин. Время реальной экономики. Время поговорить о ключевом ее секторе. Об отрасли без нормальной работы, которой мы не можем представить ни саму нашу жизнь, ни благополучие людей, ни научно-технический прогресс. Не даже сколько-нибудь успешное функционирование любого предприятия. Речь, конечно же, об энергетике. Этот сектор экономики имеет действительно определяющее значение, и роль его просто трудно переоценить. При всем уважении ко всем другим отраслям, будь то нефтехимия, машиностроение, связь, транспорт, все они не смогут нормально функционировать без тесной связки с энергетикой. Но мы не будем сейчас искусственно превозносить значение энергетической отрасли в мировой экономике. Это просто не имеет смысла. Ибо даже по всем объективным показателям энергетические компании сохраняют лидирующие позиции. По капитализации наряду с финансовым сектором, по технологичности. Профессия энергетика остается одной из самых востребованных в мире, и уверен, так будет и в будущем. Ну и кроме того, давайте не забывать, энергетический сектор имеет такое же определяющее и стратегически важное значение для нашей экономики. А вот каким будет его дальнейшее развитие, как эффективность отдельных энергокомпаний может повлиять в целом на настоящее и будущее большой страны, об этом мы и поговорим сегодня в программе «Реальная экономика». Ну и говоря о будущем, давайте не забывать и наше героическое прошлое. Нам в этом плане тоже есть чем гордиться. Мы начинаем. Смотрите в этом выпуске. Казанская ТЭЦ-3. Как создавалась крупнейшая в столице Татарстана теплоэлектроцентраль. Героические страницы прошлого. Как казанские энергетики спасли город от замерзания. История в деталях. Почему станция в Казани имеет все основания считаться самой эффективной в России и одной из лучших в мире? Рубежная дата. Почему 50 лет для казанской ТЭЦ-3 это только начало? Экономика России должна перейти к росту на фоне технологического прогресса. Такую задачу перед страной поставил Владимир Путин в своем послании федеральному собранию. Цифры и ориентиры, которые президент уже обозначил. К 2025 году страна должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Основными драйверами развития экономики должны стать технологический прогресс, рост реальных доходов населения и увеличение производительности труда. Эксперты уже отмечают, что для достижения общемировых темпов роста ВВП России нужно вдвое увеличить финансирование целого ряда отраслей. Но если не ставить такие амбициозные задачи, уже сейчас не только не будет прорыва. Вряд ли в условиях глобальной конкуренции мы удержим даже нынешние позиции. Тогда возникает вопрос, где эта технологическая и инфраструктурная база, на которой экономика России собирается строить свое будущее успешное и прорывное развитие. Ответы прозвучали в послании президента Путина, но мы сегодня обратим ваше внимание только на один, можно сказать, один из ключевых показателей. Полтора триллиона рублей, что немаловажно, частных инвестиций России собирается привлечь в ближайшие шесть лет на обновление отечественной электроэнергетики. Полтора триллиона огромные средства, которые страна планирует направить на внедрение новых технологий, генерации, хранения и передачи энергии. На цифровой режим работы должны перейти системы электроэнергетики в целом по всей стране. Та самая модернизация, обновление, которое не только позволит самой отрасли электроэнергетики выйти на новые рубежи, но и даст мощный толчок для развития всей экосистемы России. Согласен, пока все звучит несколько голословно. Нужны реальные примеры, как такого рода частные инвестиции работают на практике. Они есть, причем в нашей республике, и мы о них сегодня вам расскажем. Самая крупная теплоэлектроцентраль Казани, ТЭЦ-3, в этом году отметила полувековой юбилей. 50 лет назад запуск этой станции позволил обеспечить полноценную работу новых промышленных предприятий республики и снизить теплонагрузки с имеющихся объектов генерации. Но настоящий прорыв для станции произошел после 2010 года, когда казанская ТЭЦ-3 была выкуплена вновь созданной энергетической компанией группы ТАИФ – ОАО ТГК-16. Казанская ТЭЦ-3 сегодня – это мощь и красота, ну и, конечно, поразительная эффективность. Самая крупная электростанция столицы Татарстана – Казани, входящая в энергокомплекс группы ТАИФ. Самым высоким КПД с самым оптимальным показателем расхода условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии. Казанская ТЭЦ-3 всегда была значимым объектом энергетики в Казани. Как самая молодая, как самая мощная станция. ТЭЦ-3 поддерживает уровень напряжения, поддерживает надежность. Это одна из ключевых станций не только Казани, не только ТАИФ, но и всего Северного энергария. Самая крупная в Казани теплоэлектроцентраль имеет установленную электрическую мощность 789 мегаватт. Тепловая мощность составляет 2390 гигакалорий в час. Несмотря на такие внушительные показатели, все объекты на Казанской ТЭЦ-3 расположены компактно. Еще одно достоинство газотурбины установки – ее гибкость. Быстрый пуск, быстрый набор нагрузки, высокая надежность и высокая эффективность – ключевые показатели для электроэнергетики. Казанская ТЭЦ-3 Как мы уже отметили, Казанская ТЭЦ-3 в этом году отметила свой полувековой юбилей. Как для человека, так и для предприятия эта дата рубежная. Но в случае с Казанской станцией уместнее говорить скорее о второй молодости, чем о каком-то солидном возрасте. Скоро вы поймете почему. Тем не менее, 50 лет во всех смыслах дата знаковая. К слову, в этом же году свой, правда, 60-летний юбилей отмечает один из флагманов химической промышленности Татарстана и всей России – Казань Оргсинтез. Понятное дело, что все это не случайное совпадение. Казанская ТЭЦ-3 и создавалась в конце 60-х годов прошлого века именно под нужды набирающего обороты советского гиганта нефтехимической промышленности – завода «Органический синтез». Как проходило становление и развитие ТЭЦ в нашем репортаже. Май 1964 года. Именно в это время Государственный комитет по энергетике и электрификации СССР принял историческое решение по утверждению задания на проектирование новой ТЭЦ в Казани. Это решение было ожидаемо и экономически оправдано, ведь в этот период в северном районе города промышленность развивалась бурными темпами. Появились новые предприятия и очевидно, что потребность в электрической и тепловой энергии для них была крайне важной. Особенно это касалось набирающего обороты флагмана татарстанской нефтехимии Казань-Оргсинтеза. Поэтому никого не удивило, что будущие станции отвели земли по соседству с промышленным гигантом. Январь 1968 года. Еще одна историческая веха для ТЭЦ-3. Станция вошла в строй действующих теплоэлектроцентралей СССР. С этого момента начинается стремительное поступательное развитие предприятия. Поэтапный ввод оборудования первой очереди строительства завершился в 1973 году. И к этому времени электрическая мощность станции достигла 260 мегаватт. Строительство второй очереди станции началось в 1980 году. Спустя три года установленная мощность Казанской ТЭЦ-3 увеличилась практически вдвое, составив 440 мегаватт. История становления Казанской ТЭЦ-3 – это история преодоления и постоянного совершенствования. И она продолжается и по сей день. В этом ретроспективном обзоре не нашлось места еще одной страницы в истории предприятия. Страницы, которую смело можно назвать героической. То, что сделали в ночь с 31 декабря 1978 года на 1 января 1979 года казанские энергетики без всякого привлечения – трудовой подвиг. Они, можно сказать, спасли Казань от замерзания ни больше, ни меньше. Только представьте, в ту ночь температура воздуха в районе Казанской ТЭЦ-3 опустилась до рекордных 52 градусов ниже нуля. И это на 13 градусов ниже допустимого температурного режима эксплуатации электрического оборудования. Энергетики проявили еще раз настоящую трудовую доблесть. Вопреки тяжелейшим погодным условиям сотрудники ТЭЦ-3 не допустили замерзания города и развития каких-то внештатных ситуаций. ТЭЦ-3 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 А, Валерка, привет. ТЭЦ-3 Хорошо, что ты позвонил. Наткнулся вот на фотографию, я в молодости. Ну, вылитый ты. То есть, ты и копия, и я. В общем, одно лицо. Да, вы попросили меня тут фотографии подобрать там, к торжеству. А, мать все говорила, хлам, хлам. А вот, пожалуйста, все пригодилось, хлам. А время-то сколько прошло. Да, я хотел спросить, когда торжество-то будет там, а? Будь добрый, ты заесть, ладно? Позвони и заедь, я буду готов. Ладно, скажи только когда. Ладно, через число, не буду тебе мешать. Ладно, я все понял. Хорошо помню эту зиму. Я как раз только жену отвез в роддом. Думали даже поначалу, что прямо в Новый год родить. Ну, чуть-чуть промахнулись. Вот, жена, значит, в роддоме. Люди все Новый год отмечают. У соседей музыка, кургова музыка. Я тоже тут собрался в гости пойти. Ну, не сидеть же одному в празднике дома. Ого! Накануне Нового года термометра с Казани показали минус 48 градусов. При такой температуре теряет прочность даже металла. Участились случаи обрыва проводов… Ой, дронатор. Алло. Ага. А я тебе говорю, пацан будет. Внутром чувствую, что пацан. Я уже имя придумал. Ты, главное, не волнуйся ни о чем. Вот и хорошо, что запрещают. Лежу в окно. Я дремя, батон. Аварийка наша. Вот те и гости. Что случилось? Ждем, садись, потом расскажем. Не пугайся, Петрович, это я. Сынишку хотел порадовать. Прямо с елки забрали. Айда, залезай. Вот и сходил, гости называется. Да, хорошо помню ту зиму. Кто ж ее не помнит? Минус 52 градуса. Шутка ли? Такого, говорят, Мороза в наших краях вообще лет сто не было. По телевизору сказали, да. Только вот про то, что случилось на нашей станции, ничего не сообщили. Ни в газетах, ни по телевизору, нигде. А случилось-то уж случилось. Такое, такое не забудешь. Да, в акте расследования аварии так и написали. Температура опустилась ниже расчетных параметров. А кто же рассчитывал на такие морозы? Да и как избежать притока в холодном воздухе в огромном производственном корпусе? Оборудование покрылось инием. Потом от теплого воздуха в цеху этот инист стал таять. И все это на электрооборудовании, представляете? Вот на одном реакторе и произошло замыкание. Тут, по идее, должен был сработать воздушный выключатель, чтобы отключить поврежденное оборудование. Но поскольку он находился на улице, а на улице-то морозы нечеловеческие, вот и отключился он неполнофазно. А что оставалось делать? Бежать на мороз, наружу, попытаться вручную отключить? Водельск, фуфайка, ватные штаны, валенки. Побежали туда, через снег, через сугроб пролез. Дал им пульс на отключение. Отключение, опять же, не произошло. Эх, ну вот чуть-чуть не успели. Ну а потом уже сработала релейная защита. Отключил третий блок полностью. Да, вместе с ним и трансформатор собственных нужд. Остановились насосы подачи мазута на мазутонасосной. Погасли все котлы, и за ними, оставшись без пара, остановились остальные турбины. Ну в общем, станция, как у нас говорят, села на ноль. Полностью, то есть, остановилась. Подхожу, тишина грабовая. Непривычно. Мазал заходишь, вы привыкли, что-то там шумает. Тишина такая, и так, где-то что-то пошипывает, что-то булькает там, это, как умер, мертвый, как-то, и пар. Все в пару, вот руку вытянешь и идешь вот так, или куда-то не идешь. В первую очередь нужно было запустить все насосы и растопить водогрейные котлы, чтобы не допустить разрыва и размораживания теплосети города. Ни один топливный и сетевой насос не работает. Включать их нельзя, все в пару. Сгорят электродвигатели. Что делать? Придумали домики делать вот на эти насосы, из фанеры такие домики делают, и накрыть, чтобы на них-то, вот, карты несут. Ну, вроде, немножко спорсало. Домик накрываешь, он начинает греться. Простая, казалось бы, идея, но помогла ведь. Электродвигатели перестало запаривать. В теньке, в теньке! О, да, тут много приходилось придумывать на ходу, интуитивно действовать. Ну, а что делать, когда вокруг даже ничего не видишь? Туман плотный такой, свет фонаря эту перину не пробивает, отражается обратно. Персонал практически на ОШ знал свое оборудование, куда подойти, где что. Допустим, один из насосов отключился, значит, надо перекрыться. Входную задвижку, выходную задвижку. Электричество, если нет, то надо вручную это делать, наручник переставляет, пошел, крутит. И что, кашу мало ел? Давай, давай, давай! Сосульки намерзли на окнах, вместе с сосульками стало падать, и окна опять вылетать начали. А там такой мороз за сорок, и там же сквозняк еще такой тянет. А вот они там как эти везьяны лазают, и шестянками закрывают. Да, вот так и спасали станцию. Работали круглосуточно, на пределе сил, да. Спали прямо там же, на раскладушках. Запомнился пирожки, пирожки в больших кастрюлях таких, это, кто есть хотел, тут же подхладил, брали, чай был. Один товарищ там чуть ли не в истерике, нервы сдают, не могу больше, что за Новый год такой, домой хочу, надоело. А я ему, как же иначе? Твои же тоже дома замерзнут. Как же им в глаза глянешь? Да у меня вот вообще жена рожает. Куда деваться-то? А ступать-то некуда. Терпи, прорвемся. Я вот как приехал, в теплопонках, белый рубашки, даже не дали переодеться, давай быстрее. И вот и запонки там так и потерял где-то. Вот так вот, кто в запонках, кто вообще в костюме Деда Мороза. Ай, и смех, и грех. Но главное, спасли станцию, удержали теплосеть, спасли Казань. Все заработало. Хотя в эти дни резко возросло потребление газа и электроэнергии, коллективы теплоэлектростанций успешно справились с перегрузками. А как иначе-то? Иначе и быть не могло. Несмотря на трескучий мороз, светились огнями елки. Город с доброй улыбкой проводил старый и встретил Новый год. Ну, оттуда сразу же помчался в роддом. Жену как раз выписывали. Ой, такси же надо заказать еще. Цветы еще. Ты все это достать в праздники. Да еще такие холода. Ах, ну разве это проблема для человека, который только что спасал станцию? Я тебе... Я вам такое такси заказал. Говорил же, что пацан будет говорил. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Батя, я чего сказать-то хочу? Снова дедушкой будешь? Ну-ка, говорю, будет у тебя скоро. Да ты что? Пацан будет. Ну, в третий-то раз пацан уж должен быть, а? Я уж даже и не придумал. Ты вот меня в честь хоккеиста назвал, а я своего назову в честь энергетика. Ну и в честь кого же? Да есть один такой. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну да. Как и в жизни человека, у предприятия в его истории бывают свои взлеты и падения. Казанская ТЭЦ-3 не исключение. Поступательное развитие в целом происходило до середины нулевых годов. Объективно в тот момент станция достигла своего предела. Движение вперед только на основе и за счет базы советского периода стало проблематичным. Трудно предположить, как бы дальше сложилась судьба станции, если бы не совпали еще ряд обстоятельств, которые для казанской ТЭЦ-3 стали определяющими. Казань Оргсинтез, основной промышленный потребитель для ТЭЦ-3, на тот момент уже вошел в группу ТАИФ. И ситуация была следующей. Тарифы на тепло были настолько высокими, что доля затрат на энергоресурсы в себестоимости конечной продукции предприятий нефтехимии группы компаний ТАИФ составляла более 25%. При такой структуре себестоимости невозможно было и думать о конкурентоспособности на мировом рынке. Для сравнения, доля затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции аналогичных предприятий за рубежом составляет в среднем не более 5-8%. Руководство ТАИФ вышло с инициативой к властям Татарстана с предложением о выкупе энергоактивов. Одновременно инвестор предлагал масштабную программу модернизации станции, что делало сделку выгодной всем. Государство получало солидные средства. Цена продажи электростанции была определена на основании рыночной оценки, проведенной авторитетными зарубежными экспертами и утверждена правительством республики. Сама ТЭЦ получала новый, более эффективный и заинтересованный в конечном результате менеджмент. Город и промышленные предприятия получали тепло и электроэнергию по выгодным тарифам. Год 2010 и еще одна, без привлечения, историческая веха в истории станции. Казанская ТЭЦ-3 была выкуплена вновь созданной энергетической компанией группы ТАИФ УАО ТГК-16. Фактически для ТЭЦ-3 это событие ознаменовало переход на новые стандарты в управлении и курс на масштабную и комплексную модернизацию производства. Самым масштабным мероприятием стало строительство газотурбинного энергоблока, в основу которого заложена уникальная газовая турбина производства компании «Дженерал Электрик». А если взять одну вот эту установку, она в два раза эффективнее, чем существующие наши энергетические установки. Вы представляете, 400 мегаватт мощности появляется в Казани. Это, конечно, повышение надежности энергоснабжения нашей столицы. Это та мощность, которой здесь не хватало, теперь она есть. Она эффективная, она конкурентоспособная, она работающая. Это действительно самая эффективная, самая мощная газовая турбина в России. Разработку этой установки мы вели 10 лет и очень рады, что такого типа установку запустили вместе с группой ТАИФ здесь, в Казани. Этот энергетический проект группы ТАИФ довольно точно отражает ее главную бизнес-миссию, выраженную в слогане «Сила во благо». В свое время руководством компании было принято стратегическое решение развивать собственную генерацию. К слову, тогда не самое очевидное решение. Сегодня ТАИФ пожинает плоды дальновидной политики. Только эта установка на Казанской ТЭЦ-3 не просто открывает новые возможности для промышленных гигантов, вроде Казани Оргсинтеза. Она обеспечивает доступным теплом и электричеством нужды населения Казани, что особенно важно. Сегодня Казанская ТЭЦ-3 и самая крупная, и самая эффективная станция в столице. Поэтому свой полувековой юбилей энергетики заслужили отпраздновать красиво в компании своих друзей, коллег, ветеранов отрасли и молодого поколения, которое сейчас ведет станцию к новым высотам. Как прошел праздник, расскажем прямо сейчас. Стоит ли объяснять, 50 лет дата особая, можно сказать, знаковая. Поэтому одним из первых ведущие предприятия энергетической отрасли республики, входящие в группу ТАИФ, поздравил президент Татарстана Рустам Миниханов. Это одно из самых современных предприятий энергетики, которые есть у нас в республике. Проведена глубокая модернизация. Сегодня это предприятие является по своим техническим, экономическим показателям одним из лучших предприятий нашей страны. Мы гордимся вашими успехами. И, конечно же, в этот день особые слова благодарности и поздравления хочу обратиться к ветеранам предприятий, которые создавали вот этот фундамент. И сегодня предприятие прекрасно работает. Многие выступающие подчеркивали, что Казанская ТЭЦ-3 в свой полувековой юбилей удалось сохранить главное – верность традициям и преемственность поколений. Оттого комфортно и достойно в этот вечер было всем – и ветеранам отрасли, и молодым профессионалам, которые пришли им на смену. Для них всех подарки, награды и искренние поздравления от руководства республики и группы ТЭЦ-3. ТЭЦ-3 – это предприятие, которое все эти годы не только стабильно работало, но и активно развивалось. Премьер-министр Татарстана Алексей Писошин поздравил коллектив Казанской ТЭЦ-3 со знаменательной датой и отмечил роль и значение станции в обеспечении надежного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения не только промышленных объектов, но и населения Казани. В 2017 году произошло большое событие для республики Татарстан. На ТЭЦ-3 был успешно запущен газотурбинный блок. В спуске ГТУ установленная тепловая мощность Казанской ТЭЦ-3 по горячей воде значительно увеличилась, что позволяет обеспечивать растущие потребности столицы нашей республики, городе Казань, в тепловой энергии, на отопление и горячее водоснабжение. Это особенно актуально с учетом строительства нового жилого комплекса «Салават КПР». Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова